Мелый снег, серый лед, на растрескавшейся земле. Диальное известие пришло из Юрмала. Вчера в автомобильной катастрофе погиб один из кумиров советской молодежи, известный в мире рок-исполнитель Виктор Цой. Трагедия произошла, когда певец возвращался на автомобиль с рыбалки в Юрмале, где он проводил свой отпуск. По словам сотрудников госавтоинспекции, Цой заснул за рулем и врезался в автобус. Прошло более 33 лет, как не стало лидера группы кино Виктора Цоя и самого масштабного из российских рок-героев. Согласно официальной версии, Цой заснул за рулем и столкнулся со встречным автобусом. Однако многие уверены, что в этой истории далеко не все так прозаично. Днем 15 августа 1990 года в музыкальный мир облетела трагическая весть, что лидер группы кино Виктор Цой погиб в аварии на трассе возле латвийского города Тукумса. Стало известно, что днем Цой возвращался с рыбалки на своем темно-синем «Москвиче-2141» и на скорости около 130 км в час вылетел на встречную полосу и столкнулся с междугородним автобусом «Карус». Следствие установило, что музыкант был абсолютно трезв, а управление машиной потерял, потому что просто уснул. Близкие и фанаты Цоя впали в шок, и вскоре на волне общей истерии многие усомнились в официальных данных. Как можно было устнуть москвиче, если на такой скорости он гудит и дрожит, как взлетающий кукурузник? А если Цой не спал, зачем же он поехал под автобус? В этом видео я расскажу об альтернативных версиях событий гибели последнего рок-героя СССР. Я рыбак заядлый, мы на рыбалке были, и не помню, кто-то подошел или по радио. Очень как-то я узнал, что он погиб. И я, как сейчас помню, сначала я не поверил, с рыбалки я сразу убежал, приехал на базу, и, короче говоря, потом я позвонил уже Марьяне, и она подтвердила. Мне вот такое впечатление, что судьба всех гений вот такая вот, они, почему-то вот все гении очень быстро, рано погибают. Первая версия, и во всем виноват продюсер. Цой не был жертвой несчастного случая, его убили. Как только речь заходит о том, что автокатастрофа была подстроена, в качестве вероятного заказчика в первую очередь называют директора кино Юрия Айзеншписа, впоследствии ставшего одним из самых успешных продюсеров в русском шоу-бизнесе. Почему человека, превратившего полуподвальную группу в первых и единственных советских богов стадионного рока, назначили главным злодеем? Да потому что тру-фанаты Цоя его просто ненавидят. Это он превратил последнего рок-героя в подросткового кумира, вроде Юры Шатунова. Это он ради бабла заставил кино таскаться по стране и играть по три концерта в день. А как же творчество? Это он втянул группу в мутные дела. Ведь перед встречей с Цоем он почти 18 лет маялся на зонах за финансовые махинации. И ведь это он подарил Цою тот самый стрёмный москвич. Зачем же Айзеншпису было убивать дойную корову? Как зачем? Он же понимал, что популярность команды в итоге уйдёт. А так он озолотится на продаже посмертного чёрного альбома. Что говорить? Юрия Шмельевича всегда было принято демонизировать. Да и ему самому льстила репутация опасного человека. Однако никаких серьёзных фактов, доказывающих его причастность к смерти Цоя, как не было, так и нет. Сам Айзеншпис уже ничего не расскажет. В 2005 году он умер после инфаркта. СМОЖЕШЬ ЛИ ТЫ ЭТО ВРЕБЯ ПОНЯТЬ Вторая версия и криминальные разборки. Одно из самых непонятных обстоятельств аварии, зачем Цой, войдя на скорости, в крутой поворот и оказавшись на обочине, вдруг резко повернул руль влево и понёсся прямо навстречку. У некоторых исследователей вопроса есть ответ. Рокера подрезала другая машина, а затем, оттеснив москвич к обочине, стала тормозить прямо перед ним. Пытаясь объехать препятствие, Цой вылетел под Икарус. Кто мог преследовать музыканта на пустынной дороге в латвийской глуши? Конечно же, рэкетиры. Лихие времена, канун 90-х. А Цой привлекал к себе внимание. Денег по тем временам у него было очень много. Поклонники фильма «Игла» твердили, что на музыканта за что-то обозлились драгдилеры. Другие вспоминают, что в последний год Цой появлялся на публике только с охранниками. В конце концов, в середине двухтысячных появился еще один вброс. Якобы с редакцией одного криминального журнала связался некий Янис, который рассказал, что в 90-х к нему с приятелем обратился странный тип, попросивший припугнуть одного рыбака. Парни нашли Цой на рыбалке и сообщили ему о похищении сына с криком «Кия!». Музыкант, увлекавшийся восточными единоборствами, раскидал латышских малолеток, запрыгнул москвич и помчался выручать отпрыска. Ну а дальше случилось, что случилось. Если этот Янис не существовал, то на назначенную журналистскую встречу он не пришел. Зато вместо него явились крепкие ребята, убедительно посоветовавшие журналистам не совать нос не в свое дело. Как вы думаете, по вашим ощущениям, ему помогли или это случайность? Мне кажется, помогли. Такие песни в то время петь нельзя было. Версия номер три. Смерть Цоя – дело рук спецслужб. К 90-му году почти все понимали, что Советскому Союзу осталось недолго. В таких условиях любая фигура, имевшая влияние на массовое сознание, автоматически становилась политической. Цой, на максимальной громкости заявивший об ожидании перемен и выступавший во взгляде с весьма резкими нападками в адрес власти, безусловно, был такой фигурой. Где бы я ни был, в каком бы стране, Твой жив! Где песни Виктора Цоя я слышу везде! Разумеется, после его гибели демократические конспирологи сразу заговорили о том, что его убрал КГБ, которому был совершенно не нужен очередной неформальный вождь. Версию проверить невозможно. Конечно, сотрудники органов были способны грамотно подправить машину, запугать водителя Икаруса, или он сам был при погонах, развалить следствие и так далее. Только вот КГБ на рубеже десятилетий был уже не тот, да и других дел ему в то время хватало. Туда же кажется более правдоподобна еще одна, как обычно ничем не подтвержденная теория, что москвич Цоя случайно подрезала служебная Волга, кого-то из латвийских чиновников, и дело решили замять, чтобы избежать народного гнева. Как бы то ни было, Цой не дожил до путча 1991-го, не выступал у Белого дома, не получал медали от Ельцина, однако он до сих пор остается рок-героем. Большинство тех, кто дожил, выступал и получал, сейчас на это звание явно не тянут. Версия номер 4, сам ушел. Версия о самоубийстве Виктора Цоя, очевидно была рождена убитыми горем фанатами, поскольку никто из близкого окружения рокера не отмечал, что в последние дни его что-то тяготило. Среди возможных причин для сведения счета в жизнь, конечно же несчастная любовь. Якобы у Цоя не ладилась с новой девушкой Наташей, усталость от гастрольной гонки, опять этот Айзеншпиц, и, наконец, перманентная депрессия. У Вити всегда были такие грустные песни. Звучит это все весьма странно, учитывая, что многие отмечали, насколько органично Цой вошел в роль рок-героя. Знаменитый последний концерт кино в Лужниках был похож на шоу звезд мирового уровня, да и способ самоубийства довольно дикий. Сомнительно, что последний герой специально стал бы таранить в автобус, в котором могли быть люди. Мы не сможем забыть эту ночь с тобой. Пятая версия, и Цой на самом деле жив. Возможно, немного черного юмора. Хендрик жив, Моррисон жив, Элвис жив, Ленон жив. Все здоровы, регулярно ездят друг к другу в гости. Изредка, когда разрешают инопланетяне, к ним заглядывает Гагарин. Цой, разумеется, тоже жив. Он даже сам позвонил в редакцию с желтой газеты. Контактов других изданий у музыканта, видимо, не нашлось. И сказал, я жив. В 90-м произошла ошибка. Но я так от всего устал, что решил улететь в Японию. Но разумеется, куда же еще податься русскому корейцу. Занимаюсь автобизнесом, пишу музыку и стихи. Кстати, черный альбом Цой дописывал лично, находясь в Лондоне. Конечно, не очень удобно получилось с теми фанатами, которые после объявления о катастрофе отправились резать вены. Но это жестокий мир. Желание воскресить кумира или хотя бы опровергнуть факт, что он погиб в банальной аварии, объяснимо. Но стоит ли впадать в безумие, когда достаточно включить любой альбом кино, чтобы понять, что Виктор Цой, в сущности, никуда от нас и не уходил. Редактор субтитров А.Семкин